Здравствуйте! В эфире программа «Ныне» и сегодня в выпуске. С целью решения актуальных и проблемных вопросов в селе Новониколаевка состоялся сход граждан. Торжественное построение военнослужащих, праздничные концерты, полевая кухня. Расскажем и покажем, как в Ахтубинске отметили 79-летие Победы. И ответственный и интерес на роль кадета в Ахтубинской школе-интернате имени Павла Осиповича Сухого прошел день открытых дверей. И обо всем этом и не только подробнее. Очередная партия гуманитарной помощи была собрана и отправлена неравнодушными жителями Ахтубинского района для военнослужащих, наших земляков, которые находятся в зоне СВО на защите рубежей Отечества. На этот раз на передовую для обеспечения жизнедеятельности личного состава мотострелкового подразделения отправили бензиновые и дизельные генераторы, материалы строительного и хозяйственного назначения. В целях укрытия от врага военных объектов и техники Ахтубинцы сплели очередную партию маскировочных сетей и передали товары первой необходимости. Подключились все сотрудники администрации, подведомственных учреждений, образования, культуры, национальные общественные организации, епархия, мусульманство, индивидуальные предприниматели, которые работают на территории нашего района. В адрес тех неравнодушных жителей, которые принимают активное участие в оказании помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, глава района Владимир Мехет высказал слова благодарности, а также отметил, работа по формированию очередной партии гуманитарной помощи для российских военнослужащих продолжается. За эту неделю два конвоя будут отправлены в зону специальной военной операции. Это все нашим парням для успешного выполнения задач и чувства благодарности от их земляков. Я считаю выполнение данной задачи, как всегда, очень важной и необходимой для того, чтобы боевые задачи нашими ребятами выполнялись успешно и приближался конец специальной военной операции с достижением, поставленной в ней целями. Я неоднократно уже сам лично отвозил эту гуманитарную помощь в зону СВО. Ребята очень довольны, очень благодарны тем же печкам, которые варили у нас на сударем заводе. Они очень помогали. Те печки, которые варили в автодорожном колледже. Ребята очень благодарны за эти печки, счастливы, они очень сильно обогревали. Также они очень благодарны письмам, которые пишут дети и взрослые. У них стоит ящичек на входе в помещение. Они приходят вечером, читают эти письма, которые приходят с Родины. Очень довольны этим, поднимают настроение. И напомним также, с самого начала проведения специальной военной операции на территории района организованы пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Для удобства жителей они расположены в разных частях города, в районной и городской администрациях, в Доме культуры, речников и в культурно-досуговом центре. Пункты работают в будние дни с 8 до 17.00. И к другим темам. Сельский сход с участием районных специалистов прошел в Новониколаевке. Участники собрания обсудили актуальные проблемы и пути их решения. Местные жители отметили ряд позитивных перемен. В этом они и видят заслугу главы поселения. Сами сельчане в стороне от общественной жизни не пребывают. Чем могут свои администрации помогать? О делах текущих и некоторых планах на ближайшее будущее. Глава Новониколаевки Татьяна Айджанова информировала представителей администрации района и тех немногих местных жителей, что пришли на сельский сход. Докладчик отметил ряд положительных преобразований. Восстановление уличного освещения, благоустройство парковой территории, установка детской игровой площадки. Хочется сказать о перспективах развития поселения. На 2024 год бюджет поселения утвержден в размере 3 миллионов 106 тысяч 261 рубль 77 копеек. Сопланировано дальнейшее благоустройство территории поселения, ремонт, содержание памятников погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны и также поддержание в рабочем состоянии личного освещения. Слова благодарности прозвучали в адрес сельчан за их неравнодушие в решении проблем, активное участие в общественной жизни. Каждый вносит свою малую лепту и жизнь в Новониколаевке становится лучше. Отмечает это ИОК Государева в лице администрации района. Понятно, что многого еще не хватает, той же газификации, к примеру. Впрочем, она не за горами. В 2024 году у нас идет огромная классальная работа по всем поселениям Мактубинского района, по всему южному кусту. В части работы с проектными организациями. К нам приходит масса запросов. До конца текущего года у нас уже должен быть разработан проект сортировщиками и пройти госэкспертизу. В том числе газопровод межпоселковый и внутрипоселковый, разводящийся по вашему поселению. В следующий год, 2025 год, по действующим плану, должен строиться газопровод межпоселковый, соединяющий поселение. 26-го, мы надеемся, по действующему плану, построить и ввести в эксплуатацию уже разводящие сети. То есть, чтобы до каждого вашего домовладения дошло полгожданное природное топливо. Главное, чтобы вы, как жители, были готовы подключиться к этому топливу. Большинство из вас живет в домах частных, и, соответственно, оно необходимо, чтобы у вас был оформлен земельный участок под ваше домовладение. Он должен быть отмежен, поставлен на кадастровый учет, соответственно, заинтересована в вас права собственности. В первую очередь, земельный участок и дом, в котором вы проживаете. Без этого Газпром техусловий не выдаст. Сельские дороги требуют немало внимания и денег. В прошлом году новое асфальтовое покрытие появилось на шести дорожных участках. Затраты составили почти 15 миллионов рублей. В этом году работы начнутся уже в мае. В планах отремонтировать 600 метров дорог. Определен участок и для щебеночного покрытия. Для выравнивания грунтовых дорог будет задействован грейдер. Решение дорожного вопроса продвигается, а вот проблема с автобусной остановкой явно подвисла на шесть долгих лет. Автобусная остановка, которая стояла, ее убрали, эту автобусную остановку. Поэтому люди, когда идет палящее солнце, они не знают, куда им деться. Какие должны быть там остановки на этом участке, мы изучим. И согласно этого плана организации дорожного движения, мы запланируем в бюджете, чтобы там, соответственно, установить. Участники встречи обсудили проблему с собаками. На улицах полно бездомных четвероногих. Говорили о правилах содержания сельскохозяйственных животных. Также уделили время теме оказания медицинской помощи населению. Главное, чтобы люди проходили медицинское обследование, знали свое состояние здоровья при помощи медицинских работников. Понимали его и имели конкретные мероприятия по его улучшению, по устранению факторов риска заболеваний. И в конечном итоге все это приведет к снижению смертности и увеличению продолжительности жизни. Очень жаль, что сегодня было не так много людей, потому что наши фермеры работают на полях. Сейчас у них начинается сезон посадки сельскохозяйственных растений. Я хочу сказать, что сегодня на нашем мероприятии решались очень важные проблемные вопросы, которые найдут свое решение в дальнейшем. Хочу выразить благодарность всем жителям, трудовым коллективам нашей школы, фельдшерско-акушерского пункта, Дома культуры, библиотеке. Наше село преображается, становится чище и краше только благодаря вам. Спасибо большое за это. Татьяна Фомина, Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. А мы идем далее. На площади Победы установили бюст Героя России Николаю Михайловичу Васильеву. Его разместили на площади Победы со стороны памятника воину Владимировцу. На торжественной и вместе с тем печальной церемонии побывала наша съемочная группа. Николай Михайлович Васильев, Герой Российской Федерации, участник специальной военной операции. Он погиб в январе прошлого года, выполняя свой воинский долг. В начале этого учебного года в школе номер 4, где учился военнослужащий, была открыта Порта Героя. А существующему на базе учебного заведения юно-армейскому отряду «Патриот» было присвоено его имя. Спустя месяц на фасаде образовательного учреждения появилась мемориальная доска майора Васильева. В этом году, накануне 9 мая, на площади Победы военнослужащему открыли бюст. На митингах мы говорили и желали подрастающему поколению, чтобы никто не столкнулся с лужицами Великой Отечественной войны. Когда дед мне рассказывал о том, как ему было страшно, как он воевал, в голову не могло прийти, что это может случиться с нами. К сожалению, здесь мы стоим и мы являемся свидетелями вот этой резни, которая там происходит. Наши ребята, они борются с фашистской нечистью, отстаивают целостность нашего государства, всех жителей нашей большой страны. Такие ребята, как Васильев, герой Российской Лидерации, на вес золота. На мероприятии присутствовали родители погибшего и учителя, представители гарнизона, совета ветеранов, духовенства, а также районы и городской администрации. В этот день слова благодарности родителям и всем причастным к его воспитанию выразил каждый из присутствующих. Михаил Николаевич и Надежда Георгиевна. Низкий поклон за воспитание человека с большой буквы. Человек, который, как и положено настоящему офицеру, остался сам и спас своих подчиненных. Уверен, среди ахтубинцев не будет ни одного беглеца, ни одного человека с маленькой буквы, который допускает не героические поступки, а слабенькие деяния. Будем достойны этих подвигов, этих людей. Передадим эту историю своим знакомым, детям и всем людей, которые нас окружают. Николай Васильев в ходе боя взял на себя весь удар, приказав своим подчиненным немедленно отступать. Этим героическим поступком мужчина проявил не только свою мужественность, но и высокий профессионализм. Его отвага и самопожертвование заслужило почтение и признание. Указом президента за мужество и героизм Николаю Васильеву было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Военнослужащий внесен в список Героев России на поклонной горе. Веселый, задорный и добрый парень. Боец по жизни, как говорили его друзья. Таким он остался в памяти его родных и близких. А для родителей он все еще живой и будет жить вечно в их сердцах. Всю жизнь мечтал быть военным. И всегда у него была мечта поступить в десантное Рязанское училище, которое он и закончил. Поступил в 95-м, закончил в 2000-м. В 2001 году был тяжело ранен в Чечне у него. Лежал в Ростове в госпитале. Было тяжелое ранение. Они подорвались на фугасе. Двое погибло, а он был командиром взвода разведки. Из командира роты они были очень тяжело ранены. Лежали в Ростове. Потом была реабилитация, выздоровление. Всю жизнь он прослужил в Пскове. 76-я дивизия, 234-й полк. Дизайн на парашютный. И всегда он говорил, что никто кроме нас. В конце мероприятия присутствующие возложили цветы к бюсту Николая Васильева. КОНЕЦ Открытие бюста Героя России Николая Васильева состоялось накануне празднования Дня Победы, 8 мая. В прошлом новостном выпуске мы обещали показать и рассказать о том, как Ахтубинцы отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Итак, чем запомнилось 9 мая в Ахтубинске, узнаем из наших следующих материалов. Праздничное утро. Традиционно началось построение личного состава военнослужащих во главе с начальником ГЛИЦ имени Валерия Павловича Чкалова, генерал-лейтенантом Радиком Бариевым возле мемориального комплекса «Крыло и кара». Торжественное мероприятие началось с зажжения огня славы и возложения венков и цветов к монументу и стелам с именами прославленных летчиков-испытателей, погибших при испытаниях новых образцов авиационной техники. После слова благодарности были обращены в адрес личного состава, который сегодня стойко выполняет боевые задачи. Сегодня мы склоняем головы с памяти о тех, кто остался на полях сражений. Сегодня мы склоняем головы о тех, кто остался в зоне выполнения боевых действий и специальной военной операции. И сегодня нашим воинам вот именно этот пример героизма и патриотизма помогает на фронте, на фронтах СВО решать поставленные задачи и выполнять великую миссию по защите своего государства. Мы ждем с нетерпением. Таких праздников будет два. Будет второй день Великой Победы. И он будет не менее значимым и великим для всех, для нас. Со словами благодарности в этот день также выступили глава района Владимир Михет, в Рио главы города Александр Сиваков, представители духовенства. Мы говорили им спасибо. Спасибо за то, что сегодня мы видим над собой голубое небо, можем спокойно учиться, работать и ставить их подвиг в пример себе и нашим детям. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что защищаете нас. Здоровье, счастье, долгих лет жизни. Пускай эта война скорее закончится. Как сказал Радик Абрарович, у нас будет два дня победы. В сегодняшний день вы несете тот радный подвиг, который сейчас очень востребован в защите нашей Родины, не щадя своих жизней, не щадя здоровья. Дай Бог вам крепости духа и всегда помнить, иметь ту великую память, великой победы наших отцов и дедов, которые положили свои жизни и повернулись. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации, отличившиеся военнослужащие в этот великий для всей страны день удостоились высоких государственных и ведомственных наград, которые им лично вручил генерал-лейтенант Радик Бариев. Майора Лаврешкина Павла Александровича, капитана Баранова Андрея Александровича, паршива прапорщика Лебайкина Евгения Владимировича. Завершилось построение торжественным маршем, а в небе в честь великой победы над мемориалом пролетел вертолет. Сразу же после построения на крыле Якара основное мероприятие в связи с повышенными мерами безопасности прошло на площади Победы, куда охтубинцы пришли, чтобы отдать дань уважения подвигу тех, кто не щадил жизни и здоровья, чтобы защитить страну от врага. Здесь к празднику для всех собравшихся был организован концерт песни Великой Победы. Перед началом концертной программы к собравшимся обратился глава района Владимир Михет, временно исполняющий обязанности главы города Александр Сиваков и представители духовенства. Наш город, он активно участвовал в сражениях. За моей спиной выбиты имена тех, кто остался на полях сражений. Они участвовали в Сталинградской битве, в битве за Москву, на Курской дуге. Освобождали Прагу, Варшаву, Кёнигсберг, штурмовали Берлин. Всем этим ветеранам хочется сказать большое спасибо за мирное небо над головой, за то, что сейчас мы имеем возможность стоять здесь, радоваться жизни, воспитывать детей. Мы находимся на святом месте, площадь Победы, аллея героев. Слева от меня 8 героев Советского Союза, 2 полных кавалера Ордена Славы. Только вчера нами был открыт памятник Герою Российской Федерации Васильеву Николаю Михайловичу. Это свидетельство того, что последователи, наши ровесники, наши деды с честью выполняют заветы наших отцов и дедов, которые добыли эту победу в 45-м году. Минутой молчания почтили Ахтубинцы всех павших на фронтах сражений и своих земляков, не вернувшихся с войны. Следуя воинскому ритуалу, в знак памяти о погибших прозвучали оружейные залпы, после чего состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу. Донести всю правду о той войне было главной целью насыщенной театрально-музыкальной композиции. Подготовленный отделом городской культуры. И тогда поднять упавший дух помогала в зной и холод песня. И качались волки берега, день и ночь гремели канонады. Шли отцы и деды на врага под Одессой, Минском, Сталинградом. Год 41-й, начало июля, все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все. Отчий край, ты нас вспоминай, прощай, милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай. Небо сне привиделось, будто конь мой вороной. Разыгрался, расписался, разрезвился подо мной. Дай нам Бог чистого неба, дай нам Бог яркого солнца. Светлой жизни близких людей, мира на всей земле. Имена героев не забыты, это самое главное. Хранившиеся в альбомах фотографии дедов и отцов бережно крепятся на планшеты и оживают сквозь время, смотря на своих потомков. Продемонстрировать дорогой стецу портрет Ахтубинцы смогли здесь, на площади Победы, отметив тем самым подвиги своих близких людей. Это мой дедушка Шиндягин Василий Ананевич. Ушел на фронт добровольцем 18 лет в 1943 году из села Кокряти Староманского района Ульяновской области. Воевал он на 2-м Белорусском фронте, был стрелком. Мой дедушка Етмутсов Сергей Константинович родился в селе Успенка. В 41-м году был призван в армию и в 42-м феврале по Сталинградам пропал без вести. Лепехин Дмитрий Петрович родился и вырос в селе Золотуха Астраханской области. И в 41-м году был призван в армию и пошел воевать на фронт. А во время войны попадал в плен, бежал. Победу встретил на реке Одр. Это мой родной дед Слащев Григорий Герасимович. Воевал в Сталинграде, прошел весь Сталинград. После был переформирован и в 43-м году погиб где-то на Украине. Мы стоим у мемориала погибшему нашему дяде. Он погиб полным кавалером трех орденов славы. Четвертый орден славы он не получил. Его наградили, но награда до него не дошла, так как он уже погиб. Погиб он в очень молодом возрасте. Ему было всего лишь 21 год. Мы чтим память своего погибшего дяди. Здесь же, на площади Победы, в этот день повара полевой кухни в честь праздника угощали местных жителей настоящей солдатской кашей. Каждый желающий мог отведать горячую еду, которую ел солдат в нелегких условиях окопной жизни. День Победы Когда все официально торжественные мероприятия завершились, на площади имени Ленина охтубинцы продолжили вечер праздничными гуляниями. Стоит отметить, в этот вечер особое внимание уделялось безопасности жителей. Свои номера зрителям дарили творческие коллективы городского отдела культуры. «Песни военных лет» – памятный знак той трагической эпохи. Не случайно и сегодня, спустя стольких десятилетий, эти музыкальные произведения знают, любят и поют все – от мала до велика. От стонов и разрывов здесь было все в огне, но мы назад не сделали ни шагу. На Прохоровском поле, на Курской, на Дуге мы показали доблесть и отвагу. Всем знакомые популярные музыкальные и танцевальные композиции. Все они, как и прежде, трогают до глубины души, особенно в исполнении детских коллективов. Почувствовать искреннюю связь с тем временем можно не только при помощи искусства военных лет, ожившего на сцене, но и по рассказам родных. Поэтому многие ахтубинцы помнят своих героев и чтят их память по сей день. У меня был дядя на войне Николай Николаевич. Он, к сожалению, погиб во время войны. Мои прадедушки два воевали. Брат афганец. Всегда помним, а как же. Это праздник самый лучший. Мой прадед Штондин Дмитрий Филиппович погиб в 1944 году при освобождении Украины. На момент гибели он оставил за собой девять детей. Судьба их неизвестная. Погибая, писал свои письма жене о том, что он скучает по своим детям, ждет дальнейшей победы и хочет вернуться домой живой. Но, к сожалению, он домой не пришел. Поэтому сегодня я с его портретом здесь. Светлая память. Концерт был наполнен патриотизмом и неподдельным чувством благодарности героям, которые подарили нам мир. В этот день ахтубинцы радовались и поздравляли друг друга. А главное, благодарили ветеранов за их бессмертный подвиг. Этому поистине великому празднику жители города придают большое значение. Празднование победы – это память о наших близких. У каждого в семье был кто-то, который остался на фронте. У меня, например, дедушка. Поэтому нужно всегда помнить об этом. О наших родных и близких, которые отдали свою жизнь. В первую очередь, это гордость за своих дедов, то, что они прошли такой великий путь, то, что они смогли победить. Немало крови пролилось. И мы гордимся за них. Этот праздник очень важен для граждан России, потому что нужно помнить всех тех, кто защищал нашу родину. Отдаю дань памяти всем, кто воевал. Спасибо, что у нас теперь мирное небо над головой. Я хочу поздравить всех горожан нашего города Ахтубинска с самым для нас священным праздником, с Днем Победы. Счастья всем, здоровья. Военные номера плавно сменялись современными композициями. Праздничным подарком для гостей стало выступление кавер-группы «Руссо-туриста» из города Волгограда. Поздравить Ахтубинцев в этот вечер пришел и временно исполняющий обязанности главы города Александр Сиваков. Он выразил слова благодарности всем тем, кто ковал эту победу, жертвуя сыною своей жизни. В заключение вечера Ахтубинцев порадовал праздничный фейерверк, который озарил всех со сцены. Песня «Руссо-туриста» Песня «Руссо-туриста» И на следующий день, 10 мая, Ахтубинский район посетил ретро-поезд «Воинский эшелон». Он совершил остановки на станциях Владимировка и Верхний Баскунчак. В поселке побывала наша съемочная группа. Клубы паровозного дыма заполонили голубой небосклон. Грянул победный марш и на станцию Верхний Баскунчак плавный величавок. Как и подобает победителю, прибыл воинский эшелон. Ретро-поезд встречали десятки восторженных жителей, одноименного со станцией поселка. Многие из них – потомки железнодорожников, которые ценой своего здоровья, а порой жизни, в далекие военные годы обеспечивали продвижение составов к Сталинграду, где шли жестокие бои за каждую улицу, за каждый дом, за каждую пять советской земли. С июля 1942 года по 1 января 1943 года в район Сталинграда было доставлено 3269 эшелонов с войсками и 1052 поезда с боеприпасами, вооружением, горючим, продовольствием, медикаментами и другими материально-техническими средствами. Всего 202 877 вагонов. Начальнику станции Верхний Баскунчак Георгию Григорьевичу Латунову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Исторический факт, что железнодорожный узел Верхний Баскунчак, он же практически был при фронтовой территории, несмотря на удаленность от Сталинграда, потому что бомбили-то каждый день. До сих пор земля из себя выталкивает и боеприпасы с тех времен, и находит, и снаряды, и бомбы не разорвавшиеся. Война о себе до сих пор напоминает. Здесь реально поселок, железнодорожники, родственники у всех, деды, кто воевал, то есть работал, кто обеспечивал оборону Сталинграда. Помним, чтим мы. Если мы забудем свое прошлое и великие заслуги, победы своих дедов, у нас не будет будущего. А на перроне музыка играла. Звучали песни фронтовые, послевоенной поры, и каждый музыкальный аккорд, каждая строчка казались до боли знакомыми, проникали в самое сердце. Зрители слушали их внимательно, подпевали исполнителям, сопереживали героям военных сюжетов. Не плать, прошу тебя, я буду писать тебе письма каждый день, а потом я вернусь, и ты будешь самой счастливой девушкой на свете. Да воюй, родной, да терпи, родной, не давай вздохнуть злому ворогу. Мы за вас горой, вы за нас стеной, все у нас с тобой, нынче поровну. Девушки, молите Бога, чтобы кончилась война, а не кончится война, не выйдет замуж ни одна. Антик, чернели на алом синегу. Сталинградская битва была переломным моментом во всей Великой Отечественной войне. И, соответственно, железнодорожники под авиаударами заобеспечивали фронт продовольствием, боеприпасами, живую силу подвозили, занимались эвакуацией мирного населения. Тяжелый, скажем так, адский труд, который железнодорожники с честью выдержали. И на данный момент Приволжская дорога, да, в лице руководства старается сохранить эту память. Этот воинский эшелон с 2018 года по Приволжской дороге, по территории трех областей, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, курсирует, соответственно, с концертными мероприятиями, с выставкой. То есть о том, чтобы текущее молодое поколение понимали, видели, слышали то, что происходило в те нелегкие времена, и как тяжело это все было, как победа досталась нашим дедушкам и бабушкам. Реконструкция прибытия воинского эшелона на станциях Приволжской железной дороги стала уже традиционным ежегодным мероприятием, приуроченным ко Дню Великой Победы. И каждый раз она становится радостным событием для жителей многих городов и поселков. Вновь прикоснуться к истории, почувствовать мощь военной техники, образца далеких 40-х годов, побывать внутри паровоза, сделать памятные фотографии – все это незабываемые впечатления, особенно для детей, молодежи. В нашем выставочном поезде представлены два действующих паровоза серии ЭР, довоенная серия, но в данном случае это послевоенные паровозы 1951 и 1952 года. Также в экспозиции представлены два вагона, оформленные в музейных экспозициях. Одна рассказывает о деятельности железнодорожников в годы войны, которые получили звание Героя Соцтруда и Героя Советского Союза, Рязано-Уральской и Сталинградских железных дорог, которые в последующем были объединены в Приволжскую. Другой же вагон представлен в виде экспозиции вагона Теплушки, где каждый может ощутить военное время, примерив на себя форму, взяв в руки настоящее оружие. Отличительной особенностью нашего ретро-поезда является, конечно же, воинская техника, которая размещена на платформах. Девять экспонатов, предоставленных музеем-заповедник «Сталинградская битва». Среди экспонатов танк Т-34, пожалуй, самый известный танк во всем мире, пушки, гаубицы, бронеавтомобиль, зенитная пушка. Участники, гости мероприятия, погружаясь в атмосферу войны, вспоминали своих родных и близких, тех, кто воевал, тех, кто ковал такую тяжелую победу на всех фронтах сражений, в том числе на трудовом. Бабушка моя на заводе работала, изготавливали детали для танков в городе Ташкенте. Ну и также помогали раненым в качестве медсестры. Мой прадед дошел до Берлина. Его звали Аянов Михаил Темиргазиевич. Также его дети все продолжили работать на железной дороге. К счастью, есть среди баскунчакцев ныне живущие фронтовики, в том числе бывшие железнодорожники. В нашем поселке остался один единственный участник Великой Отечественной войны. Это Бобровский Николай Федорович. Ездили к Николаю Федоровичу, поздравили его и от имени губернатора, и от имени главы района. С этой знаменательной датой надо отдать должное, что несмотря на свой преклонный возраст, он не лишен чувства юмора. Он активный, бодрый. Его окружает и любовь, и внимание дочери, и внуки, и правнуки. У меня воевал родной дядя. Мамцев Алексей Ильич. Это родной брат моего отца. Он воевал, он прошел от Сталинграда, начал и в Берлине закончил. Был товарищ такой общественник, он занимался спортом, руководил командами футбольными здесь вот в поселке. Все его такие, старшее поколение его хорошо помнит. В преклонном возрасте не терял чувства юмора. Он сам про себя всегда так говорил. Переступив порог кабинета, он всегда говорил, вот и я, Мамцев Алексей Ильич, не плачь, не хнычь. Они прошли вот эти все ступени ада и до того дорожили жизнью, до того хотели жить и видели эту жизнь новую, послевоенную, именно вот в розовом, прекрасном. Ведь страну кто поднял? Эти же люди, эти же фронтовики, эти же тыловые работники, все поднимали вот из руин страну по новой и радовались жизни. Бойкие веселые песни все громче разносились по округе, как и в далеком 45-м Великую Победу. Теплым майским днем встречала вся страна, а вместе с ней станция Верхний Баскунчак. Труженики железной дороги, местные жители, разделяя одну на всех большую радость от того, что выстояли и победили. В этот сладный день победы, мы спасли вам, спасли нам. За каждой спиною был свой Сталинград, и каждый в траншеях ни шагу назад. И все-таки, и все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. И к другим темам. Ежегодно более тысячи юношей из разных регионов страны вступают в ряды кадетов. На днях в Ахтубинской кадетской школе-интернате имени Павла Осиповича Сухого состоялся день открытых дверей, где будущие абитуриенты и их родители познакомились с учебным заведением поближе. Илона Саакова присоединилась к потенциальным кадетам. Чем занимаются в Ахтубинской кадетской школе-интернат? Об этом узнали будущие абитуриенты и их родители на дне открытых дверей. Для всех желающих, которые хотят здесь учиться, провели экскурсию на территории всей школы. Они осмотрели здание учебного заведения, познакомились с условиями казарменного быта, с распорядком дня кадетов. Сегодня в военно-учебном заведении обучается порядка 200 учащихся. В новом учебном году, по словам директора, в ряды кадетов вступят 110 человек. В нашей школе в этом году исполняется 30 лет. И за это время более 3000 учащихся закончили обучение. В нашей школе являются ее выпускниками. Кадеты, выпускники нашей школы, с гордостью носят значки об окончании нашей школы на своих парадных кителях. В нашей школе обучаются представители 14 регионов нашей страны. Это дети из Хабаровского края, Московского области, Калининградского области. Но основная масса, 60% учащихся, это дети с Астраханской и Волгоградской областей. Я надеюсь, что география будет расширяться. Нашу школу знают. Наша школа пользуется заслуженным авторитетом среди учащихся. Поэтому я надеюсь, что количество обучающихся, представителей разных регионов будет только увеличиваться. Напомним, в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат принимаются юноши в 10-11 классы. Здесь их готовят к дальнейшему обучению в военных заведениях и силовых структур. По сути, это первая ступень обучения для тех, кто решил связать свою жизнь с армией. К слову, для самих ребят кадетская школа – это школа мужества, которая развивает дисциплину, товарищество, боевой дух, силу и выносливость. Тут много разнообразных кружков. Например, от владения дронами, беспилотными летательными аппаратами. Страйкбол здесь есть и юный десантник. Юный десантник – это очень разнообразный кружок. Мы здесь метаем ножи, разбираем оружие. Также занимаемся с беспилотными летательными аппаратами и занимаемся с альпинистским снаряжением. Помимо традиционных для образовательного учреждения предметов, здесь ребята постигают основы строевого подготовки, стрелкового дела, изучают историю вооруженных сил. А сейчас имеют возможность получить и практические навыки пилотирования на учебных самолетах. Поэтому в этот день на территории школы развернулось несколько демонстрационных площадок, где будущим кадетам наглядно показали различные дополнительные занятия. Это у нас секция юный десантник. У нас есть при секции авиамодельный кружок и FPV-дроны. Это ребята, которые занимаются у нас и уже успешно освоили FPV-дроны. Это модели, которые они как раз сделают. Это еще недоделанная модель. Эта модель уже летает. Эта отлетала. Ее, так сказать, будут демонтировать на более совершенную технику. На территории функционирует спортивная секция страйкбола и также лазертага. Сегодня ребята из команды «Сухой» и «Братишка» продемонстрировали показательный бой с применением имитационных средств, дымов, гранат. В общем, отработали хорошо, молодцы, ребята тренируются. В этот день присутствовали и кадеты, которые заканчивают первый курс, и выпускники. В этом году из летки выпускается 81 человек. Из них более 60% уже оформили документы для поступления в военные учебные заведения. Поступил сюда, нашел много для себя близких людей. Вообще ни в коем случае не пожалел о том, что поступил. Много для себя нового узнал. Намного открыли глаза, так сказать, сами с Астрахани. Школа дала многое, как и закалку, как и полностью какое-то усовершенство в себе. В принципе, дальше будем стремиться только к лучшему, наибольшему. Будет определенная мечта, будем идти к ней и добиваться любой ценой. День открытых дверей – это еще один прекрасный повод для родителей кадетов, которые приехали из разных регионов, чтобы повидать своих детей. Приехали к своему любимому кадету навестить, учиться второй год. Сейчас будет уже учиться. Поступали, тоже было страшно. Вот что как, непривычно все это, казарменное положение. Но, как видите, вот растет герой. Мы сами астраханцы. Здесь немало астраханцев, и не только астраханцев. Прошу заметить, из других дальних городов даже учатся здесь детишки. Школа замечательная. Не пожалеете, поступайте. Я хочу, прежде всего, сказать спасибо этой школе. Она меня подготовила физически и так же устану. Я стал умнее и сильнее. Год очень быстро прилетел, довольно. И я доволен этим годом, что я сюда поступил, что я принял это решение поступить в эту школу. Прием документов на новый учебный год начнется 16 июля и продлится до 19 августа. Набор обучающихся происходит по результатам индивидуального отбора. Для поступающих проводят вступительные испытания, которые включают в себя тестирование, а также проверяют необходимый пакет документов, после чего происходит этап зачисления. Илона Саакова, Юлия Баховская, Владислав Лихварь. Ахтубинск ТВ. И у нас на этом все новости. Будьте в курсе событий с Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин